девочки следующий день как и говорила буду собирать следующую коробку у меня тут очередные сборы уже пол коробки собрала запрещенку положила запрещенку же у нас же я уже вам говорила да что можно отправлять там уже пакета приготовила здесь уже дочкина там тоже вещи пакет разобрала и вливайся покупала она сама выбирала такие футболки выбрала костюм найк она выбрала еще один найковский костюм и два костюма а не помню в какой фирме еще два костюма и короче еще два костюма 4 костюма я купила в общем тут и детская на вырост сейчас эту коробку тоже буду собирать посылка мне уже две посылки мне тут пришли но я тут знаю что она заказывала наушники в общем собираю собираю опять очередные скидываю посылки потому что лететь с чемоданами я ну абсолютно не хочу потому что я еще буду останавливаться в стамбуле поэтому таскаться чемоданами мне нет смысла и неохота и во вторых посылки отправить стоит намного дешевле чем оплачивать уже но у меня два чемодана плюс 3 до бесплатный последующие чемоданы оплачивать по 200 250 300 долларов у меня нет абсолютно никакого желания когда у меня посылка выходит но по-разному если 16 килограмм посылка выходит 100 по моему 117 долларов в общем если посылка 23 килограмма она по моему выходит 226 долларов это намного дешевле будет чем таскаться с этими чемоданами и так далее поэтому все в посылке все в посылке вообще дорогие вещи которые там сумка обувь то что дорогое это я конечно собой заберу в чемодан это но это безусловно все девочки пошла я дальше складываться а то у меня еще в той комнате там же еще не забываем у меня же там помните еще же чемодан битком который вот стальной новый мне же еще оттуда вещи надо разбирать вот такой вот еще настя я и присылала ей понравился спортивный костюм пумовский он только видите как темная мята обычный костюм просто обычной пума с капюшоном удлиненная чуть кофта штаны вот такие вот и он знаете что он зимний он теплый то есть на осень ну вот в осень да если там вот с ребенком выходить гулять отлично вот такой вот мятный костюмчик все девочки еще одна готова прицепила сразу вот бумажку адрес на майами и под нее под ней у меня лежит московский адрес с переченью что в этой посылке есть я ламинирую значит как не на почте сказала женщина она говорит ален все прям ламинирует в общем у меня на коробку уходит в два раза в три обламинировать рулон скотча прям вот на одну коробку потому что посылка будет идти ну три с половиной недели и чтобы она там знаете как не развалилась ничего в общем она полностью полностью у меня вся 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 заламинирована настя вот такие заказы вот эта хорошая фирма а ей ipad ipod не подходят наушники потому что она говорит мне уши больно потому что они большеватые она говорит мама мне уши больно и она вот это вот jbl lbl jbl да вот эту вот фирму она заказала вот такого мятного цвета наушники но это я их собой возьму вручную кладь чемодан так все одна готова сейчас собираю еще одну девочки диана мимо приезжала к нам заскочила говорю давай с нами ужинать правильно диан да я я всегда готова сейчас мы как раз выпьем она же ведь как шампанское до идет она такой полусладкой как шампанское кстати очень вкусненькая я я люблю мандора асти шампанское мартини асти и она как раз вот с этой серии да так ладно я тут жарю картошку сейчас нас два салатика и чуть-чуть шашлыки зачем тебя смотреть видеки если ты меня и так каждый день знаешь лайк спасибо а не проще ли взять набрать а ты для этого ты для этого мне типа это локацию кинула а поняла а я думаю что там не локацию так вместе картошка сгорит подождите она как шампанское же тебе говорю или шампанское тебе дать она вкусная я груди он если ты сейчас не наливаешь что я тебе сейчас кефир налью серьезно ты что с ума сошла ну да я понимаю что у нас доме три туалет и не женщина может приходит сватать девушку или отца спрашивать я вот зарабатываю инженер я зарабатываю 200 рублей в месяц хорошо разговаривает . . смотри его 200 там нет на туалетную бумагу столько не хватит а у меня картошка горит горит до такой у нас спонтанный ужин картошка шашлык салатики и все вообще ничего лишнего сейчас ставлю мразилка сейчас диана мне говорит ален как ты реагируешь на плохие комментарии нам смешно вот мы с ним реально вот виталик сидит мы с ним ржем особенно когда пишут что он сидит на знакомстве знакомиться да мне вообще это смешно настолько вот я у меня даже слов нет вот откуда люди могут это вообще придумать но это вот это вот знаешь это это может сказать тот либо завистник это первое ли что у меня такой муж я самый главный клиент я вам месседжи пришел на него время нету знаешь почему него он тебе да у него знаешь почему нет времени да 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 он уже какой стол и как ты ему накрыла какой идиот от тебя будет искать кого-то еще другого ты мне говоришь мне самоутверждаться не нужно заходи на кофе случайно вот смотри какой на стол на кофе на кофе нет давай давай солнышко за тебя пусть всем кто тебе завидует пусть им будет хорошо чтобы они перестали пусть им будет все хорошо конечно и такого мужа как виталика блин они не найдут он у меня заместитель моего мужа да 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 это места больше нету с тобой вдвоем ему хватать да куда ему еще 3 его просто не показываю просто после душа и она вот считает все ваши комментарии и просто так же как и мне смешно читать о виталике что он сидит на сайте знакомств я не нужна ему и он познакомит и сюда понаехали эти как ее украинки девочки а я и я это мадам отвечаю брошкиной я говорю а что у нас на украине клин клином сошелся только жениться надо на украинках а мне виталик вообще украинок не любит и что если бы он хотел бы украинку он и женился бы ну как тебя да просто смешно реально девчонки если тебе никто не завидует значит ты не добилась успеха естественно если ты брать тебя никто говно не говорит против а значит они на высоте значит и не на высоте значит ты ничего как ты должен продолжать пока против они будут говорить гадости поздравляю ты достигла этот лаван давай у нас виталий кстати а еще пишут виталик пьет виталик пьет покажи это лик что ты пьешь водичку водичку пьет у меня муж меня муж вообще не пьет а какая разница я ты девочки за ваше здоровье но муж у меня не пьет я не знаю к сожалению вашему что вы мне напишите гадости или к радости к моей что у меня муж не пьет ну к радости к моей это однозначно я не люблю пьющим плю пьющих мужчину вообще и терпеть не могу нет я понимаю когда в меру или когда друзья приехали но чтобы каждый вечер на пиву ну вот как его и под ужин у меня это не приемлемо да 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 так что ребятки все дай бог вам счастья здоровья мы всем желаем добра кондишен ключ он же наверное давай за нас красивых смотрите девочка чтобы стакан так и пустой ну что не пьет как можно а многим доу почти 6 сидит на сайте знакомства у меня джина вот такой вот у него фактор стоял вот жена и все я думаю блин где такого поэтому я сказал давай его размножим как нет то есть вот он ходит 11 поэтому завистников и завистники лопаются а если есть параметры узнает когда ему пути так что сам себе хозяин много чего научилась я до я буду даю номер только тогда когда у меня люди знаешь такие шипит сильные а когда хотят там за копеечки работу сделать я уже даю или кому-то другому а когда настоящую качественную работу хотят видеть это это самое тебе по тебе от спиртного жарко очень много я работаю 20 лет уже я работаю в этом предострите что интересно что очень много есть работниками но не один констракшен которые делают дженера констракшен констракшен и даешь работу дом например они не могут собраться они здесь чуть-чуть сделали побежали там чуть-чуть сделаем побежали и в конце остается у себя через там две-три недели у тебя остается такой кошмарик до полу законченные работы а потом они пропадают вот как бы и пропадают пропадают просто не являются почему неделю неделю нет отдохнуть ову вами как сказать огромный их переработал у них усталость не то что устал кошмар голове происходит что они вот не закончены у них а вот номерный я ему дала маленький канду три бедра всего тысячу четыреста скоро футов а ты имеешь ввиду там нахватали там нахватали там нахватали там чуть-чуть сделали там чуть-чуть сделали там чуть-чуть это не закончена до конца и я спросила эльза что происходит с реем эльза жена и она говорит он чересчур говорит забил он не знает где я бы тогда сделала список и он спокойно все начал по списку делать я бы должна была именно список сделать в этой комнате сделай то-то-то сегодня ты делаешь что-то то он орган я вы должна была организовать вот что я люблю виталике что у него у меня уважение к нему у него есть организованность он он правильно все рассчитывает что он и сроки и вся эта организованность это очень важно потому что очень многие берутся за работу и они бросают ее посередине потому что они не знают где они уже что чего сделали все наполовину вот это самое главное и что и ты можешь жить в доме где происходит и не чувствовать не чувствовать даже это очень важно такого не найдешь как там марк у тебя как обычно приколист слушай смотри значит мы у меня клиента в пятницу купила дом я и решила ей сделать у нее день рождения я решила заказать и комнату там ресторане купить все такое я прихожу я позвонила в гостиницу подожди стоп ресторан купить или ресторан бесплатно ну понятно все понятно она плакала что у нее на дом закроется сейчас да он пеймен поставит у нее денег не хватит на ресторан семью взять я говорю окей я позвоню своей гостес и она тебе все это оформит ты как я да ну жалко женщины ей 60 а нет извиняюсь 56 лет было исполнял короче не в этом дело теперь я должна была прийти туда и муж говорит слушай пошли тоже в ресторан сделай говорит тогда когда она закончится чтобы мы с ней не столкнулись у меня муж людей не любит он говорит давай после да у тебя марк любит спокойствие он не любит там спокойствие и софи рядом не любит толпу да ну короче я короче мы пришли весь день весь всю неделю я отработала девочки вот это вот шампанское оно шампанское вино обалденное как лимона слушай мы уже с тобой эту бутылку все выпили ни в одном глазу короче смотри мы а а я всю неделю работала где сейчас искупаюсь все я пошла в тиде мякс и купила такой красивый халатик девочки это знаете какой халатик халатик я вам сейчас скажу примерно такого плана как я вам показывала отдел этот подожди в сизы реагент провокатор видела ну как нет но это все зря агент провокатор вот в общем она купила халат как агент провокатор розочками здесь 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 все кружева а здесь все остальное прозрачное я теперь надеваю халатик и выхожу с нашей ванны но у нас с душем да и иду в наш клозик а что это подобие халатик на меня смотрит вот так вот кстати моему мужу 61 год ему не дашь вообще ему ему полтинник это потолок потолок очень вообще не за сколько тебе не будет 50 сентября серьезно такого быть не может бабушка я дважды внучат у тебя нет дети у тебя есть внуков нет мы задержимся сколько я у нас разве чем 930 не знаю может не попадем отодвинули резервейсе на 955 потому что ресторан закрывался в 10 ну не успели пришлось кушать бургеры дома нет не дома а все равно вы да мы пошли уже собрались оделись халатик уже поменяла я тебе знаю что если халат он мне сказал сразу если ты хочешь куда-то попасть вовремя не одевай халатик во всем виноват был халатик ты сходи в сизар в агент провокатор вы вообще в ресторан опоздаете вообще до утра вообще не попадете да ну слушай этот дом я с 2018 года это диана хочет купить дом 4 но 2018 6 лет я четыре раза нашла в контракт они по одному по 1 я думала ты его уже купила по одной причине по другой общее постоянно меня вытаскивали из контракта последний раз я подала оффер я грунивые не выйду из контракта чтобы вы не делали подожди когда мы приезжали ты его так и не взяла серьезно мы должны были 2023 году прошлом году закрыть его я же помню в августе до закрыться в 9 часов утра у меня appointment закрыться на дом ну смотри сейчас мне напишут а бухают пьют легкой шам легкой вино шампанской вообще абсолютно короче мы я 9 часов должна собиралась уже пойти подписать документы и открываю свой милу утром просыпаюсь давай свой мелком написано послание имел от продавца дома мне место офисер но он офисер кто мне оформляет долг говорит я не знаю как вы собираетесь закрывать этот дом если дом весь затоплен в смысле затоплен фотографии воду водой воды чистой воды налитой на пол но это он краны сорвал либо открыл не такой идиот он настолько идиот потому что если в нас вегасе открываешь воду и оставляешь на полу она желтеет через день-два настанет желтая у тебя там растений растут и смотри а да сейчас мог народ уже за года но не в этом дело дело в том что он присылают кто-то ворвался в мой дом и видимо его затопил во-первых подожди как понять кто-то взорвался там закрытой комьюнити комьюнити закрыли но пытайтесь сказать что кто-то зашел в его дом затопил его дом и как мы собираемся это вообще закрывать тот долг который оформляла из банка разрешается можно взять сделать только на те дома которые в хорошем состоянии если мне нужно закрыть этот долг дом не может быть раздробленным разрушенной разрушены да все компоненты дома должны стоять быть нормальным состоянием покрасить полы ерунда косметически но на наш вкус вообще ни один дом здесь не подойдет до долг который оформляла через банк назывался конвенцию конвенцию значит я не могу чтобы дом был раздробленный в таком состоянии из-за того что он послал имел с фотографиями женщине которая оформляла мой долг она же не может по закону должна доложить человеку который дает деньги то есть банк который дает деньги мне она должна была доложить это она же не может противозаконно он специально послал ей имел чтобы она отказала последнюю минуту долг и теперь опять меня мне отказали долг я сказал окей я переоформлю долг только я сделаю долг на то что рига блок то есть дом construction лон это долг оформление долга из банка construction я сказала сделаю сделаю долг но на это заняло еще три месяца но не в этом дело дело в том что в 6 часов утра когда он подъехал в тот день когда мы должны были подписаться и за затопил дом он видимо подъехал через 6 часов утра открыл все краны забил просто там туалетная бумага была во всех туалетах туалетах в душе он забил туалет лежит до сих пор туалетная бумага обалдеть и он затопил свой собственный чтобы понимать чтобы вы понимали этот дом 2015 года стоит на маркете муж женой разводится да насколько я помню да да подожди ты сейчас в контракте опять и когда у тебя закрытие он я должна была следующий раз закрыться 28 ноября но он последний минуту 27 ноября 4 часа вечера поддал заявление на суприм кордов невада супер кордов невада не знаю как сказать это главный корд витали главный суд штата невада который рассматривает все дела него не маленький суда суд 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 и а вот главный он подал на них сказать чтобы рассмотреть верховный суд как верховный суд и вот я прочитала его заявку он написал что потому что хочет чтобы главный суд рассмотрел это дело потому что и он считает что его жена так красивая она переспала со всеми судьями и что ему не дали правильное решение вынесли неправильно там хочется пересмотрел верховный верховный суд что пересмотрел его дело по дому я в шоке даже если 6 не пускай еще год рассматривает ни разницы нету цены подниматься в лас-вегасе а я цену уже зацепила полтора года назад мне безразлично сколько он будет я думала ты его купила я жду зайди на онлайн посмотреть печатай адрес увидишь он пендинг стоит я на первый раз дом хотела купить 2018 году пятнадцатом восемнадцатом я в восемнадцатом году начала его пытаться купить я уже купила и флипнула где-то шесть домов а этот но вот последний раз я зацепилась так я уже поняла его что он пытается сделать и я не выйду за контракт потому что это тот дом который нравится марку где кухня смотрит на бассейн этот дом да ты про этот дом патринтон да 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 и когда заходим в коридор круглый коридор дом я стою под контрактом за миллион сто а вот сейчас закрытыми глазами стоит миллион шестьсот пятьдесят тысяч а его надо брать и делать ремонт и и флипп под ремонт или ремонт и мы его флиппы это сделать ремонт под ремонт купить но купить сделать ремонт при перепродать это называется мир подбывает копеечку делаешь вот так вот подскакиваешь называется флипп леп это то есть перепродать или может стоять на ногах флипп через себя можешь сделать флипп это значит перепрыгнуть перескок что-то такое я не знаю как ковырок но вот этот вот флип на домах называется значит купил отремонтировал и продал за ну я говорю купил это то что у нас в ссср советском союзе раньше назывались спекуляции купил за какие вы фарцовщики помнишь еще помнишь джинсы варенка вот это вот спекуляции в москве ботаническом саду да ладно серьезно пять дней в неделю я заработала 82 рубля работа жуками и тюльпаны там это моя первая работа была в москве мне 14 лет было слушая сейчас москву уезжают поехали со мной в тюльпаны сажать жуки одну варенку я себе у фарцовщиков 42 доллара у фарцовщиков до сих пор это юбка с его привезла в америку и уже 30 чем-то лет спустя но мне до сих пор есть фарцовщики помнишь я тебе принесу покажу юбка юбочка из плюша ксюша 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 юбочка из плюша она у тебя то на кухню залазит то теперь в ванну залезла я я видела когда она у тебя прям в дверь так тык 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 царапала это было на прошлой неделе да да она еще и по шторам как она лазит покажет ну-ка покажет как она лазит а за что она цепляется я бы ее привели если бы она мне порвала штору или что мне больше всего нравилось когда она залезла на кухню сверху и на тебя смотрела вы чтобы понимали она залезла наверх кабинета на кухню на кухню да и сверху смотрела я не знала что как она вообще туда залезла она маленькая она она и знаешь когда говорят кошечка выражает бывает литер называют по-американски выходит всегда из этого есть бывает маленький один котенок самый маленький она была самая маленькая но на самая такая с характер мелкая но с характером и вот как пантера и залетает наверно наверх покажи свои каутор она отсюда прыгает наверх вот вот отсюда она прыгает туда ты прикинь и вот поэтому она я вообще не могу понять как она туда залазит и причем она я вижу даже вот они скользкие вот эти шкафчики царапается обалдеть девочки смотрите стакан моего мужа вот смотрите что он пьет виталик покажи вот вот покажи ну покажи просто кефир кефира вы говорите у меня муж пьет кто говорит ты знаешь что говорит кто сам если они хотят думать что они плохо я злая пускай иду абсолютно мы пьем уже бутылку выпили у меня вот за том шкаф зато за тем диваном у меня целый да ты меня помнишь ты мне помнишь говоришь ален давай выпьем игру давай помнишь что меня подсказала господиси шампанское я там прыгаю какое там ужас сколько вот у меня за тем диваном девочки уже сколько всего кстати там есть твое шампанское 9 бутылок до какой дождливый на обычный день у меня там не у меня там мини бар да 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 это любимая да и в течение двух недель нам пришел от китайца это диана рассказывает про сцену как он у нее три года назад купил маленький когда меня продал и сейчас хочет да за сто девяносто пять мы забрали 60 тысяч я комиссионного ничего ну естественно мама 60 тысяч мы взяли сейчас мы с просто им чтобы купить townhouse 3 бедрома с одним гаражом 2 туалета а какой район о гренвале гренвале и за 300 тысяч мы ему берем побольше уже юнит в шикарном месте не то что там где около аэропорта было ужасное место было но главное начать где-то надо где-то начать я не имею не говорю там купи шикарном районе купи что-то чтобы поднималась цене как я ему сделала три года назад у него все было 13 тысяч в кармане это 6 тысяч папа помог с акцидентом все такое вот мы за 13 тысяч купили про стасика да ну мастер попал в аварию нам позвонил очередь на компанию там все починила там еще 6000 пришло он собрал сам мальчишка работал на тим овале работу сколько ему было тогда 18 лет что ли ну мы подносили на него сказали так 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 на он послушный ребенок и он сделал то что он тебе вообще добрый-добрый такой хороший да и этот мы собрали 13 тысяч на скребли купили ему за 139 тысяч когда минимум около аэропорта ужасное место но она поднялась цене ужасная поднялась на 195 тысяч за три года на 60 сняли там 67 64 тысяч поднялась по-моему сколько это будет 195 139 купили ну короче все посчитали ну там closing cost мы заплатили чистыми сняли 60 тысяч и сейчас мы покупаем ему townhouse в гринвалах красивый трехбедровный большой роскошный с балкончиком там гараж даже есть уже 300 тысяч покупанию и уже можно поставить 20 20 процентов down payment потому что когда ты не ставишь 20 процентов down payment у тебя penalty у тебя штраф в америке но это примерно переплачиваем ну да банки когда они трясутся за свои деньги когда человек не ставит 20 процентов они заставляют покупать иншуранс называется private mortgage insurance и они за это дополнительные деньги платишь подожди а он не покупал под пять процентов по три с половиной как первый дом он купил как конвенция по-моему за пять процентов за 5 я уже не помню он не сделал это и чей потому что это и чей там пима есть и все такое от от это и чей пима не освободишься от конвенция лон можно освободиться пима понятно если есть какие то вопросы дополнительные могу объяснить но не в этом дело дело в том что ребенок просто держать дом и каждый месяц он получал у него пеймент вместе с и чего и был 698 дом 500 в плюсе был да он по он арендовал дом за то есть тысячи триста пятьдесят ну там ремонт был там все все-все-все он в среднем получал для 500 долларов излишек и он это собирал собирал сейчас он дал доклад докладывает это на следующий дом и сейчас берем дом за 300 тысяч уже и в этот дом поднимется я был уверен это дом будет 400 450 года 20 покажу я с покупателем до сих пор до сих пор в общении сатаном ну сатан вообще сатан вообще мой любимый был дом и ремонт но аркел был лучше подожди сатан подожди аркел или сатан где вот этот суперский был ремонт так это сатан у нас это сатан это сатан этому да вот он вот он это мой любимый ремонт посмотри мне очень нравится вот эта лестница серьезно виталий очень возмущался что я ему дала такую работу ювелирную но посмотри какой он уложил мозаикой всю лестницу да красиво эти полы такие полы я мечтаю такие полы в своем доме сделать сейчас посмотри как он красиво сделал ты мне показываешь ясно это дом знаю наизусть камину когда когда мне красиво так уложил вот этим вот камнем камнем да посмотри-ка красиво ты мне говоришь посмотреть посмотрите посмотрите я отражалась зеркало зеркало а это зеркало отражает еще окна которые перед ним для Я была на объекте день через день. Ну, я помню, я тебя видела. Ну, вот шоколадное зеркало. А, это я его выбирала. Посмотри, как полы отражаются. А ты в курсе, что если снять шоколадное зеркало, там мои расчеты по плитке. Да, я там расчеты делала. Мне нравится, когда окна отражаются в полах. Да. Вот это самая красота. Да, с ней очень трудно работать. Она была, она моя клиентка уже... Я когда зашла туда, я была в шоке. Дом ужасный. Я была просто в шоке. Стекла разбиты, стены разбиты. Я первый раз такой дом вижу. Не, я видела часто такое, но дело не в этом. Суанка, она такая... Я с ней давно работаю, с 2011 года, но... Майк вообще простой. Майк, он благородный человек. Вообще, да. Майк, это... Девочки, помните, я вам снимала дом, в котором был сделан ремонт, потом... Потом. Потоп такой был невероятный, потом опять сделали ремонт. Да. Нет, Майк, он благородный человек, он не торгуется, ему скажешь... Майк работает с CBP. Я не скажу, что такое. CBP. Immigration. А, да-да-да, он работает, он именно занимается этим. Но он с китайцами работает. Он высокий китаец. Я такого высокого китаца в жизни не знаю. Но он очень такой порядочный. Очень порядочный. Порядочный. Очень. Он никогда плохое слово тебе не скажет, очень выдержанный, обалденный. Суланка, она мне моего папу напоминает. Она удушится за копейку. Да-да, чего? Нет, я как хочу ее познакомить с моим папой. Они вдвоем могут посидеть и поговорить. Мой папа за 5 центов переедет с одного магазина в другую сторону города. Так он больше на бензин потратит. Подожди, стой. Он же больше на бензин потратит. Он за это не думает. Мой папа очень любит сэкономить. Он хороший парень, мой папа. Просто он очень любит сэкономить. Я маму твою люблю. А Сулан это вообще... Ты с ней не ладишь, а я с ней люблю. Да. Суланка, короче, если есть... Я ей дала этот дом, я ей сто раз сказала. У нее раньше были зеленые полы и красные стены. Я говорю, что у тебя, Крисло? Наполеон. Нет, это что, Рождество. У нас в Америке зеленое все и красное. Это зеленое с красным, это только во время Рождества. Я говорю, ты прислешься. Подожди, ты сейчас в кофточке в какой? Это коралловое. Коралловое. Да, вот заколочки у меня красные, а кофточка коралловая. Короче, Суланка, она... Я ей говорю, слушай, если ты будешь обожать свой собственный дом, то люди, которые заезжают в дом, тоже будут его обожать. Она нет, она заплатки ставит везде. Я ее очень люблю, она хорошая женщина. Она даже на моей свадьбе была, я приглашала ее, ее семью. Мать, ну я с ними дружу уже лет 13-14 лет. Я с 2011 года. А мы сколько их знаем, уже 2 или 2-3 года мы с ними? Они очень хорошие. Очень хорошие, да. И довольно-таки зажиточная семья из Китая. И они меня познакомили... Слушай, он работает себе ПИ, ты о чем говоришь, конечно. Там лучше, у них контакты намного выше. Там в Китае есть и Синтию, я познакомилась тоже через них. А Синтией-то кто? Синтия, английская подружка сейчас стала. Тоже из Китая. Она... Ты мне говори по домам, мне так проще. Он на Белрод заезжал. Все, понятно. Когда вы с этим... Как его зовут? Михайловым. Вы с ним, помнишь, БИДы делали разные? Белрод, 68-62. Белрод. Ты мне говори по домам, мне так проще ориентироваться. Да. Кого как зовут. Потому что невозможно запомнить все эти... То вьетнамские, то китайские имена. У меня только два вьетнамских домов. Все остальные китайские. Так, короче, я дружу с этой семьей, я их очень люблю. Майк очень, очень, очень порядочный, да. Ну, в этом нам. Но с его женой, с семьей, это дело иметь очень трудно. Потому что его жена... Ну, Виталик не работает с его женой. Я его тоже люблю. Она хорошая девчонка. Но у нее, понимаешь, вся семья живет в Китае. И надо понять разницу. Американский доллар в Китае очень дорого стоит. Потому что они, я знаю, что там работают часами, чтобы заработать там один доллар или два доллара в час. Серьезно? Да, у них совершенно другое. Поэтому, когда я ей говорю, чтобы надо заплатить же что-то 20 долларов, для нее это просто кошмар. У них вулкан... Ну, у нее нет соотношений цен американских с Китаем. Они не понимают. Но хотя, что самое интересное, Майк никогда не торгуется. Майк нет, потому что он американский. Он никогда... Вот ему говоришь, цену, он не торгуется. Да. И один из, я помню, я Суланке сказала, что Рей хочет... Сулана, это его жена, Майка. Я хотела, чтобы Рей один познакомил... Покрасил дом. Рей? Рей, да. Рей, да, еще до Виталика. Рей сказал там, 2000 долларов надо покрасить за дом. Дом был, 2000 Скорфид, он брал доллар за Скорфуд. Это очень хорошее... Но это давно. Да, это очень хорошая цена была. И Сулан говорит, нет, мне кто-то за 1200 хочет покрасить. Короче, она ему дала 1200 долларов. Потом переделывали? Нет, 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 извиняюсь. Она ему дала 600 долларов, и человек просто исчез. Собрал 600 долларов и исчез. Потом она возвращается ко мне, говорит, ой, он исчез, ты можешь его найти? Что, я за ним буду гореть? Я не знаю даже кто он такой. Она шла его кого-то на Craig's List. Это знаешь, как называется? Скупой платит... Дважды. Правильно. И потом она заплатила Рею 2000 долларов, чтобы он ей покрасил этот дом. Почему она его сразу не взяла, я не знаю. И вот сейчас то же самое происходит с ее домом на Hawaiian Summer. Люди, которые жили, я ей сказала сто раз, отремонтируй дом, приведи его в порядок. Если ты будешь уважать свой дом, люди, которые... Это какой дом? На Hawaiian Summer. Это где стекла разбиты, да? Да. Это называется Гавайское лето. Улица Гавайское лето. Я ей сказала, приведи дом в порядок. У нее все полы были зеленый кафель. Вот такой маленький, темный зеленый. И я зашла в этот дом, Диана, я тебе не присылала... Красные стены. Я тебе не присылала видео? Нет, ты мне присылала это уже... Я в шоке. Ты не видела этот дом 10 лет назад, когда его купили. Был зеленого цвета, темно, такого малахитного зеленого цвета. Стены были красноватые, кирпичного цвета. Домой заходишь, как будто американское Рождество. Красное и зеленое все. Наполеон. Как елка. И я говорю, Сулан, никто не сможет... А дом можно снять за 1600. Я говорю, нет, в таком состоянии дом за 1600. Его никто не снимет. Сейчас этот дом можно снять спокойно за 3500. Но если его привести в порядок, она его пытается сейчас опять залатать, поставить бандейт. Не знаю, как бандейт сказать по-русски. Заплатки. Заплатки она пытается поставить на дом. И опять она его будет сдавать немощным людям. Людям, которые будут... Опять разбивать. Да. Не людям, которые себя уважают, хотят жить в красоте. Возьмут те люди, которые закроют глаза на эту работу. Которые еле-еле будут тянуть. Естественно, такого же типа и так же они будут платить. Но это будет опять все разбито. Естественно. Я говорю, если ты поставишь сделать хороший ремонт, к тебе придут хорошие, качественные люди. Люди, которые хотят себя уважать, жить в красивом месте. Если ты сделаешь заплатки, единственное, кто я могу туда поселить, кого я могу... Люди, которые себя уважают, не заедут в этот дом. Ты будешь искать людей из клиентуры, которые практически не имеют... Ну, дешевые. Ни вкуса, ничего. Они, наш, на любое согласятся. Главное, чтобы не было крыши на голове. Вот ты... Она постоянно меня ставит. У нее 18 домов со мной. И постоянно она ставит меня вот в эту проблему. Потому что она... Все ее дома с заплатками. У меня нет проблем ни с любыми другими домами. Только с ее домами. Почему? Потому что она постоянно делает заплатки. Но она не хочет делать нормальный ремонт. Не то, что не хочет. Они не понимают. Они не понимают. И так сойдет. Помнишь мультик? И так сойдет. Вот это вот у них менталитет такой из Китая. А она сама замужем за благородного, хорошего мужчину, который имеет два своих дома. У меня проблем с его домами нет. Вот у него... Нет, у него не два. У него три. У него Вандовер Гиллс, у него Симилен, и у него Сиэра Блум. По 10-15 лет живут в этих домах люди. Не выезжают, любят. Если ты не уважаешь свой собственный property, investment, люди его уважают. Дешевые люди будут снимать. Естественно. Холодненькая уже стала. С морозилки. Видишь как? Облила водой. А это Виталик ставил. Когда водой обливаешь, она быстрее охлаждается. Бутылка водой? Да. Бутылка водой. В холодильник ставишь, она сразу замерзает. Но она холодная сейчас и так. Да, сейчас. Хорошо. Не, даешь. Не, даешь. Шампанская. Взяла, полз. Облила себя шампанским. Блин. Слушай, я комара хотела. Мы купаемся в шампанском. Шампан... Облини быстренько. Посмотри, она себя шампанским обливает прям при гостях. Да, я нечаянно... Вообще, я нечаянно комара хотела отпугнуть. Комара отпугнула, а... Блин. Мужа привлекла. А я еще... А почему я облилась? Не, ну ты еще в коралловой майке. А я... А я в белой... А я в белой маечке. Смотри, как погуляли называется. Выпили две бутылки, а нас никто не облизнул. Опять. А Диана, не смеши меня. Захватали меня бы. Блин, дожила до 50 лет, блин. И никто не облизнул. Ален, Диана приезжает в субботу. Да, я приезжаю на шашлыки, чтобы меня обязательно нашли. Кто облизнет? Хорошо. Слушай, надо... Слушай, а у нас вообще нет никого неженатых? Слушай, нет, мы все... Нет, у меня никто не нужен. У нас что-то все женаты. У меня очень хороший муж. Ну, конечно, если он... Я хотела сказать, он всегда обращает внимание на пенелар. Это не мой телефон, по-моему, кто-то звякнул. Клиент опять. Опять клиент. Это твой телефон. Посмотри, какой муж у тебя. У меня муж, да. А ты видел, как мой муж сорвал мне розочки с утра, принес? Которые ты поставила, да-да-да, видела. Да, я проснулась, он написал, I love my little. Да. А ты говоришь, 20 лет мы прожили, а он все время это делает. Он мне постоянно делает такие смешные. Он мне приспособил, покупает такие маленькие таблички деревянные, где написано, I love you. Смешной американец такой. Кстати, у него происхождение русское. Серьезно? Да, он 62% русский. Серьезно? По крови, по генетике. Он швед, русский. Мама сказала мне, шведа привела домой. Ну, всего там, по-моему, 12% швед. Серьезно? Да, он 62% русский, швед. Вот видишь, почему он нас любит? Обрати внимание, он только нас любит. И ваши собаки только нас любят. Да. Он мне постоянно говорит, вы русские, все такое, я говорю, слушай, я, я 0%. Я вообще армянка, да? Я вообще армянка, 58% гордо. Я говорю, ты русский, блин. Он мне пытается сказать, что вы русские, у вас там шутки не смешные. Я говорю, ты у тебя... А у американцев очень смешные, да? Я говорю, ты такой простой, блин. Он знаешь, как любит? Кому-то по морде сдашь, он смеется, ему это смешно. Для них эти мультики Симпсоны смешные. Ну да, они такие простые. Да, с ним очень... Девочки заметили? У меня муж с кофе... А где он сыгруш? Нет, с кофе или с чем он там? С сигаретой. Ну, сигареты, это вообще понятно. Не хорошо. Это... Ему надо сходить. Сколько я уже борюсь, Диана? Уже во сколько ты меня знаешь, только я берусь. Ой, борюсь. Ничего. Что он еще делает по жизни, что ему кайф имеет? Он работает и курит сигарет. Больше у него ничего такого кайфа нет. Я не говорю про вашу совместную жизнь. Я говорю, что он не пьет, не гуляет по балам, ничего не делает. Главное, он... Сигареты покурить? Ничего. Он загубит себя. Ты нам нужен, Виталик. У нас работает. Значит, бросай работу. Ты понимаешь? Я ему уже говорю, давай я тебе дам... Давай я тебе дам 10 тысяч долларов. Он говорит, нет. Нет. Ты знаешь, что Джанни Депп один раз сказал? Джанни Депп, знаете, кто такой? Ну, актер. Естественно. Ну, естественно. Он мне сказал... Он мне... Он, по-моему, с этой... Он интервью сделал. Ванесса Парадимош. Да. Он один раз сказал. Он говорит, если... Ему было где-то 20-25 лет. Его спросили, почему ты постоянно куришь? Он говорит, я курю, я курю все, что мне попадается под руки. Если ты мне, говорит, подаришь... Коробку носков, я их заверну и буду курить. Серьезно? Он сказал, если you give me a pair of socks for my birthday, I'm going to smoke, I'm going to roll, I'm going to smoke, I'm going to smoke, I'm going to smoke. Some people are just born. Так, Диана, ну-ка, вот проверь. Жена сидит напротив. Он сидит на сайте знакомств? Он играет какую-то слад... А что это, акула? Он какую-то акулу поймал. Мужик, он смотрит на мужика с акулой, клянусь, вот смотри. Девочки, вот вам и сайт знакомств. Да, вот. Знакомство с акулой. Через нас вдвоем он не пройдет. Мы его заблокировали. Так что, Аллен, давай. Диана, где мой муж и где сайт знаком, скажи. Он у тебя хороший. Да. Он хороший. Он родился, чтобы быть мужем. Вот, семейным. У меня тоже мужик такой. Вот он семейный. Он вообще однолюб. Он мой сколько не... Ну, знаешь, бывает, что он бичится. Как сказать, бич? Он возмущается. Он из дома не выходит. Он домашний. Вот, такой же. Все домой, как мышка. Все домой тянет, в норку. Угу. Вот. И мой тоже такой же. И это хорошо? Да. Потому что ты... Нет. Что там? Вот ему нравится. Вот его. Новая любовь у него. Граница. Ваша новая плитка. Наша новая плитка. А, наша... Подожди, стоп. Это наша новая плитка. Это... Это нас касается. Да. Ну, она для меня очень оляпистая. Вычурная. Посмотри. Да? Ничего. Если ему нравится, куда-то мы его запихнем. Не, ну, она очень оляпистая. Она серая, во-первых. Плитка серая. Никуда. Шампанская, она положит, я брал в холодильник. А, она в холодильнике была. Ну, а сейчас остынет. Мы его сейчас выпьем. Мне не возить. Ну, и поставить. А? Нет, уже не надо. Да, можешь третью. Мне домой надо ехать. Тебе домой, знаешь, как ехать? По прямой и налево. Нет, мне нужно прямо. Прямо и налево. И ты дома. Да. Право. Тебе прямо и налево, и ты дома. Что ты мне говоришь? Я с Аркела переехала. Мне уже направо надо ехать. Ну, через каску, я имею в виду, прямо и налево. Вообще каска, не знаю, где находится. Ну, вот сзади нас прям каска. А ты туда. Ну, тебе по прямой и налево. Мне по листу прямо, потом в офис, потом в банк. А зачем тебе в офис? Чек надо заправить, я заработаю. Завтра заберешь. Завтра? А завтра какой день? Ты меня спрашиваешь, какой день, и какой день, и какое число? Диана, я не знаю, ни какой день недели, ни какое число. Вот, все поняли? Вот так вот. Я не знаю, ни день, ни день недели. Я очень счастливая. Смотрите, смотрите. Широчка с Маширочкой сидят. Что вы смотрите? Что там у вас? Приколы, что ли, да? Нет, как ремонт делают в России. Встретила я Марка. Говорю, когда родили с дождением? Он говорит, 15 декабря. Я говорю, у меня бывший муж 18 декабря родился. Стасик. Стасик. Это 19 декабря. И он мне потом рассказывает, что его фамилия при рождении была Межуревич. 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 А у этого фамилия была, у первого Стасика Могилевич. Ты прикинь? Созвучие. Два разных континента. Родились два абсолютно никак друг к другу не... Имея отношения. И я встречаю. Один родился 18 декабря, другой 19. Один Межуревич, другой Мегилевич. И Куба оказались моими мужьями. Хочешь, я тебе расскажу мистику? Пошли. Как суждено от Бога. Да. Вот слушай. У моего первого мужа жену звали Алена. Первую жену. Ага. Я вторая была Алена. Алена. У меня первый муж Виталик, второй муж Виталик. У моего первого мужа, у жены день рождения в июне, у меня, у второй жены, день рождения в июне. Что интересно, у моего бывшего кофинда Юрочка, у него жена, оказывается, зовут Милана. А я совершенно не знаю про это. Двадцать лет спустя называю свою дочку Милана. Мой первый муж, не бойся, Стась, у него жена была, вторая после меня, Илана. И когда они поженились, сын их родился, как они его назвали, Марк. Как твоего мужа. А моего мужа зовут Марк. И я спросила Иланочку, я говорю, почему ты назвала своего сына, я с ней дружу, она вторая. Мы с первой, со второй, мы дружим. Но она мне не нравится, которая, да. Но она хорошая девочка. Но она мне не нравится, я не знаю почему. Ну потом ты поймешь, она очень классная девочка. Третью мы не любим, но мы с первой, вторая жена, мы дружим. Третья Наташа, да? Да, Наташа, мы ее не любим. Она нехорошая девочка. Она страшная, она... Давай мы не будем ее описывать. Не надо описывать. Это неправда. Но не в этом дело. Я что хочу сказать, что ее доченька, как раз хорошая девочка, я очень рада, что Стасик наконец имеет дочку. Но не в этом дело, что я хочу... Виталик, а ты дочку видел, Стаса? Хорошенькая девочка. Она маленькая же. Да, маленькая еще. Ну, слава богу, на маму не похожа. А... Что я хотела сказать? А, и... Кстати, мой Марк... Мой муж Марк. И у него сын Марк. Мы все как-то перекрутились. Мне кажется, это от нас не зависит. Как-то все с ней... Ну, я вот ты меня перебила, я хотела сказать, смотри. У моего мужа у первого дня рождения в сентябре. Тоже в сентябре? И у Виталика в сентябре. Значит, ты привлекаешь сентябрь. В сентябре. И я сентябрь сентябрь. Я 25 сентября. У меня муж 1-й, 26 сентября. 26? Видишь, как классно. Видишь, мы с тобой сходимся. Привлекаешься к нашу. Верго и Либро. Вот видишь, как? Бывает. Вот бывает такое. Вот посмотри, какая мистика, да? Мистика. Ну, прикинь, как можно из всей планеты, блин, выбрать двух мужей для меня? И оба. Один 18 декабря, а другой 19 декабря. А у меня два Виталика. И оба в сентябре. И оба в сентябре. И хочешь, я тебе больше скажу? Я Виталик с детства ненавижу это имя. Это вообще. Я терпеть не могу со школы это имя. Виталик. У меня был, который сзади меня... По-английски красиво. Он сзади меня сидел, и который меня постоянно дергал за волосы. Я его терпеть не могла. У тебя претензий к его маме? Нет, у меня нет претензий к его маме. Это переменуемо. Вот ты представляешь? Вот это вот как? Вот ненавижу ими всю жизнь. Ну, один Магилевич, другой мой Жеревич. Ну, прикинь. Оба родились. Один 18... Мне кажется, когда здесь было... Когда там было 18, ну, по-моему, наоборот, да? У нас сначала день, потом у них день. Да. Да, окей. Я думала передумать. Да. У них раньше, у нас на день позже. И она сказала, что надо вернуться обратно. А папа мой говорит, нет, мы не можем вернуться обратно. Во-первых, там демонстрации, там революция происходит. В общем, там всё происходит. Мы не можем. Плюс у нас билеты на самолёт. Сейчас ехать в Реван. Это было 9 декабря, по-моему. Или 8 декабря 1990... 1988 года. 88? 88 года, да. Он привёз нас в аэропорт. И мама у нас по пахах узнала, что она вот эту сумочку оставила... При выходе. Да. Она думала, что про детей, про детей, одежки, всё-всё-всё. А ювелирные изделия и деньги она оставила в маленькой сумочке на трюмо при выходе. И она попросила свою... Я уже забыла, я со временем забыла имя этого человека. И она повернулась к этому человеку. Он был азербайджанец. Он с ней работал. И она спросила его... Я спрошу моей маме его имя, я напомню. Она спросила его... Мы забыли все наши... Сбережения. Всё, что у нас есть от нашей семьи, мы оставили на трюмо. Пожалуйста, привези нам. Мы боялись вернуться обратно в гузовный. Мы были в аэропорте. Моя мама дала ему ключи от нашего дома. И когда она ему дала ключи от нашего дома, он развернулся, он уехал. Мой папа повернулся к моей маме и сказал, мы этого человека больше никогда не увидим, потому что у нас там и деньги, и ювелирные изделия. Он может спокойно не вернуться. Нахрена ему нужны. Телефонов не было в то время. Селлер телефонов не было. Если он уехал, всё. Мы в аэропорте, мы уехали до селяния, потеряли связь. 88-й год, декабрь. И он нам сказал, что он вернётся через час. Моя мама верила в него. Мой папа говорит, забудь. Пошли, возьмём билеты, пошли, сядем, улетим. Забудь. Мама, нет, он вернётся. Как ты думаешь, человек, азербайджанец, который мог спокойно забрать все наши сбережения, все наши кольца, бриллианты, золото, в течение часа он поехал в базовный, в наш дом, открыл, достал кошелёк, всё, что было в нём, привёз в аэропорт и отдал маме в руки, не открывая. Поэтому у меня нету, и у меня очень много друзей азербайджанцев. У меня нету никакой проблемы с людьми другой нации. Почему? Потому что теплоты и дружбы, которые я видела от азербайджанцев, которые должны меня были ненавидеть, я не видела этого плохого. Поэтому я всегда думаю про лучшее из человека. Я встречаю человека сначала перед тем, как я встречаю его нацию, откуда он пришёл и всё такое. Этот человек принёс нам всё, не открывая никаких наших драгоценностей, отдал всё моей маме. Обнял нас и уехал. Мы его больше никогда не видели. Он спокойно мог бы забрать, никаких проблем бы не было. Он отдал всё, что у нас было. Поэтому я верю в человечество, я верю в хорошее в людях. И я продолжаю это делать в Америке. Мы приехали, мы взяли билеты в Армению, но в этот день, к сожалению, в Армении было землетрясение. Называлось Джермук, Испитак. И самолёт развернули и полетели в Москву. И так мы оказались в Москве, где мы прожили три года, пока мы не приехали в Америку. И в Москве ко мне очень хорошо отнеслись русские девочки, когда я пришла в русскую школу. В 234-й школу на Коровинском шоссе находилась она. Я зашла, я была одна единственная брюнетка во всей школе. Все были блондинки, голубоглазые, женоглазные, все такие девочки были русские. Я была единственная армянка во всей школе. Ко мне подошла Марина Клеопова, и она была отличница в классе. Она подошла, она взяла меня за руку и сказала, «Меня зовут Марина». Она мне, «Давай будем дружить. Как тебя зовут? Диана». Я дружила с ней. До сих пор мы дружим с ней. Ко мне очень все хорошо относились. У меня нету вражды и злобности никакой, никакому человечеству, никакой нации, ничего. Потому что ко мне всегда относились с хорошей стороны. И мы до сих пор дружим с Маринкой, и с Аидой Бабаевой, и с Азербайджаном. Остались с хороших отношениями. Sorry, девочки. Просто хочу сказать, если ты повернут с добротой, с теплотой ко всему миру, то весь мир со своей теплотой вернется к тебе. Я никогда не видела злобность. А если я вижу неприятные, то я пытаюсь все равно... Не обращай внимания вообще на это. Я пытаюсь залить эту добротой. Поэтому жизнь у меня оказалась немного хорошей. Очень хорошей. И скучаю по Азербайджану, скучаю по Баку. Мои московские подружки очень скучают за ними. Маринка, Лена, Ирочка. Они создали меня, кто я сейчас есть. Поэтому я живу каждый день с тем, что делается людям добро. Правильно. А злость и зависть куда? За шкирку и за дверь. Не замечаю. Мне просто жалко людей, которые концентрируются на этом. Потому что... Это вообще жалкое зрелище. Не просто. Это... Самосъеда... Люди занимаются негативом и самосъеданием. Это ужасно. Это просто ужасно. Согласна. Это занимает у тебя много энергии. Да, это точно. Целую.